Итак, мы с вами ранее поговорили о том, что из себя представляет HTML-страница, HTML-документ, как веб-браузер взаимодействует с веб-сервером, как получает от него ответ, как его отрисовывает. Теперь поговорим немного более подробно о том, каким образом происходит взаимодействие веб-браузера с веб-сервером через сеть интернет. Как уже раньше говорилось, для того, чтобы запросить какую-то страницу, веб-браузер формирует специальный веб-запрос или веб-реквест на веб-сервер, потом веб-сервер обрабатывает этот запрос, формирует ответ в виде какого-то контента, например, HTML-документа, заворачивает его в HTTP-ответ и возвращает назад. Я несколько раз сказал, что HTTP – это аббревиатура для Hypertext Transfer Protocol, то есть протокола передачи гипертекста. Этот протокол был изначально разработан как раз для того, чтобы передавать HTML-документы через интернет. Как выглядит пример запроса и ответа с точки зрения HTTP-протокола? Вообще HTTP-протокол состоит из двух основных больших частей – это заголовков и содержимого. Пример заголовков вот, например, здесь. «Get ресурс по адресу msdn.com по протоколу HTTP-версии 1.1». «Передать хедер», то есть шапку «host» равную «3w.msdn.com». «Передать хедер accept» – это означает, принимаю назад тип данных текст «slash-html», принимаю назад на языке английском, используется юзер-агент, то есть веб-браузер Mozilla, и принимаю контент, закодированный ZIP-ом, то есть сервер имеет возможность ответа запаковать ZIP-ом и вернуть назад, и браузер будет поддерживать его распаковку. Веб-сервер отвечает на этот запрос следующим пакетом. HTTP-версия 1.1.200, то есть ОК, успешный возврат. Длина содержимого такая, тип содержимого – текст «html», закодированный в кодировке «UTF-8». Серверу Microsoft IAS версии 8.5, дата такая. Дальше через пустую строку идет содержимое, то есть наш «html-документ». Или вот, например, другой запрос. Тут другой используется метод, если вы обратили внимание, здесь метод «get», то есть запросить данные с сервера, а здесь метод «post», то есть передать данные на сервер по адресу вот такому. «host» такой, длина содержимого – 52, тип содержимого – «application-forma», то есть специальный тип, который указывает, как дальше веб-сервер будет работать с содержимым. Дальше через пустую строку, собственно, само содержимое. «Login – action» равно «login», «ampersand» – «login» равно «test», «ampersand» – «password» равно «test», «ampersand» – «memory» равно «1». То есть это содержимое из себя представляет 4 пары ключ-значения, где первые сегменты до знака равенства – это ключи, а после знака равенства – это значения. Сервер отвечает на этот запрос вот таким ответом. «http.1.1.302 found», ответ найден. «Сервер такой-то», «дата такая-то», «тип контента такой-то», «длина контента отсутствует», «location», «http», «3w.tutby», «error», «login.error». То есть на такой ответ браузер должен будет проследовать по вот этому адресу. Мы уже чуть-чуть затронули методы, которые указываются в заголовках «http-запроса». Итак, основные методы – это «get» и «post», которые повсеместно используются всеми браузерами. «Get» интерпретируется как запрос данных с сервера, а «post» интерпретируется как передача данных обратно на сервер и используется, например, для того, чтобы пользователь имел возможность заполнять форму в браузере. Кроме этих двух методов, есть также ряд других, менее распространенных, которые используются для уточнения каких-то конкретных действий. Например, «put» используется для того, чтобы что-то положить на сервер, «delit» для того, чтобы что-то убрать на сервера и так далее. «Коды ответов». Мы уже посмотрели, что в этих двух примерах веб-сервер нам вернул два разных кода ответа. Первый код – это 200, то есть «ок», второй код – это 302, то есть «найдено». Итак, что такое коды ответов? Они разделены на 5 сегментов, на 5 групп и обозначают успешность или неуспешность, или какой-то статус обработки запроса на сервере. Первый сегмент – это от 100 до 200, это информационная секция. Например, 102. Здесь неправильно. Здесь обрабатывается. 200. Например, 200 – ответ самый популярный. «Ок», то есть «обработан успешно». 201 – создан. 204 – контент не найден. Сегмент от 300 до 400 – это перенаправление. Например, 301 – перемещено навсегда. 302 – перемещено временно. 400. От 400 до 500 – это ошибка клиента. Например, если пользователь ввел неправильное имя пользователя и пароль, или вообще их не вводил. 403 – запрещено, или 404 – тоже популярная ошибка, не найдено, если пользователь, например, перешел по несуществующему адресу. Дальше сегмент из серверных ошибок. 500 ошибки. Например, ошибка 500 и внутренняя ошибка сервера. Например, когда у вас в программе допущена какая-то ошибка приложения вашего. Типы контента. Вообще, протокол HTTP разрабатывался для того, чтобы передавать текстовые данные, а конкретно HTML-документы. Но сейчас он используется для передачи произвольного типа данных. Распространенными типами контента являются, например, HTML, HTML-страница, текст CSS, каскадная таблица стилей, Application JavaScript, скрипты на языке JavaScript. Это самое базовое, что используется на всех веб-сайтах. Далее, например, Application JSON, данные в JavaScript Object Notation, используются, например, для Single-Patch Application, для одностраничных приложений. Application PDF, тот момент, когда вы скачиваете PDF-файл. Image PNG, это изображение в PNG-формате. Image JPEG, изображение в JPEG-формате. Application X3W-form URL-encoded, данные формы, в том случае, когда не загружаются бинарные данные. Multipart, форм-дейта, данные в виде формы, в том случае, когда один из сегментов данных представляет из себя бинарный файл. Например, вы загружаете какое-то изображение на сервер вместе с формой. Multipart Mixed, произвольные множественные данные. Рассмотрим немножко подробнее такой интересный момент, как Multipart Mixed. Его не знает большинство разработчиков, но очень интересный пример. Смотрите, вот, например, мы передаем на какой-то, а не важно на какой адрес, данные в формате с контент-тайпом Multipart Mixed. Это означает, что у нас смешанные данные, состоящие из множества разных частей. Дальше указывается Bandry, то есть ограничитель, разделитель между сегментами данных. Дальше этот Bandry с двумя черточками перед ним, тут одна черточка, здесь их три, используется для того, чтобы разделить сегменты данных. Например, первый сегмент является текстовыми данными с типом Application.JSON, то есть JavaScript Object Notation данные. Второй сегмент – это бинарные данные, которые себе представляют изображения в формате JPEG. Третий сегмент – бинарные данные, которые себе представляют изображения в формате PNG. Посмотреть существующие HTTP-запросы, которые ваш браузер в данный момент делает, можно несколькими разными способами. Например, во всех браузерах в инструментах разработчика присутствует вкладка Network, которая следит за текущими запросами в браузере и позволяет вам посмотреть заголовки запроса, заголовки ответа и пример ответа. Также данные, которые вы передаете на сервер. То же самое для версии с хромом. Также очень полезно бывает поставить программу, которая называется Sniffer, которая вклинивается между всеми вашими программами на компьютере и интернетом и отслеживает все HTTP-запросы, которые ваш компьютер отсылает на сервер. Можно посмотреть любой запрос от любого приложения, данные, которые туда передаются на сервер и те данные, которые сервер вам возвращает. Вот так мы с вами посмотрели, что из себя представляет протокол HTTP, как выглядят HTTP-запросы, HTTP-ответ и для чего все это нужно.